Докладчик Итишкова Ольга Михайловна, инсулина нового поколения, впечатление эндокринолога. Пожалуйста, Ольга Михайловна. Глубоковажаемый президиум, глубоковажаемые коллеги. Сахарный диабет относится к заболеванию со сложностями достижения цели. И одним издерживающим факторов является риск развития тяжелой гипогликемии. В зависимости от наличия тяжелых сосудистых осложнений и риска развития гипогликемии, уже выставляется для каждого пациента индивидуальная цель лечения. И она в первую очередь зависит от возраста. Чем моложе пациент, чем жестче цели. Для более пожилых пациентов, соответственно, более мягкая цель по уровню гликированного гемоглобина. Если есть тяжелое макрососудистое осложнение, и если у пациента есть высокий риск развития гипогликемии, то, конечно, очень мягкая цель, особенно для пожилых больных, это уровень гликированного гемоглобина 8%. Для молодых пациентов, не имеющих тяжелого риска развития макрососудистых осложнений и не имеющих тяжелых гипогликемических эпизодов в анамнезе, соответственно, самая жесткая цель – это уровень гликированного гемоглобина меньше 6,5%. Конечно, для большинства пациентов средний уровень гликированного гемоглобина – это 7%. Но более строгий контроль снижения гликогемоглобина менее 7% связан с минимальным риском развития гипогликемических эпизодов. И чем выше уровень гликированного гемоглобина, тем, соответственно, выше риск и тяжелой гипогликемии. В настоящее время у нас в арсенале имеется из группы инсулинов 8 различных по профилю действий инсулинов. Это инсулины ультракороткого действия аналоги, это инсулины короткого действия, инсулины средней продолжительности действия, которыми мы активно компенсируем больных с сахарным диабетом, кому это необходимо. Это аналоги инсулина длительного действия, и на сегодняшний день появились у нас сверхдлительного действия аналоги инсулина. А также миксная форма инсулина – это комбинация инсулина средней продолжительности действия вместе с инсулином короткого действия, а также инсулины ультракороткого действия с протаминизированной формой инсулина ультракороткого действия. И, соответственно, появился у нас тоже новый аналог инсулина сверхдлительного действия в комбинации с инсулином ультракороткого действия в соотношении 70 на 30. Конечно, новые инновационные инсулины имеют свои преимущества. Это в первую очередь длительность действия инсулина. Сверхдлительный аналог инсулина действует более чем 42 часа. В чём его ещё колоссальное преимущество? Отсутствие пика гипогликемии, повышение активности инсулина и начало действия инсулина через 30-90 минут. Готовые смеси инсулина, аналог инсулина сверхдлительного действия и аналог инсулина ультракороткого действия тоже имеют свои особенности. Профиль действия соответствует профилю действия компонентов препарата. Это инсулин райзадек. В чём особенность этих инсулина деглюдек, то есть инсулина сверхдлительного действия? Это очень ровный профиль фармакодинамический, фармакокинетический инсулина в организме человека. И видите, по отношению с инсулином галларгин, конечно, колоссальная разница. То есть у пациента, который будет использовать инсулин деглюдек, независимо от дозы и независимо от времени введения инсулина, сохраняется стабильная концентрация инсулина в течение всех суток. Соответственно, и риски развития гипогликемических эпизодов у такого пациента будут минимальны. И существует метаанализ, который отдельно оценивал количество гипогликемических эпизодов у пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, использующих инсулин деглюдек. И оказалось, что общее количество гипогликемических эпизодов уменьшается на 16%, но особенно значимо уменьшалось количество ночных гипогликемий. Это на 32%. Поэтому это действительно, можно сказать, безопасный инсулин. Но это клинические исследования. Нас всегда интересует, а что происходит в реальной клинической практике. И вот здесь представлены данные мировой клинической практики. Это группы пациентов были оценены с сахарным диабетом первого и второго типа по трём основным позициям. По уровню гликированного гемоглобина, по изменению суточной дозы инсулина, а также по количеству гипогликемических эпизодов. И оказалось, действительно, инсулин деглюдек имеет колоссальные преимущества по отношению к инсулиноглоргин. В первую очередь, это уменьшение количества гипогликемий, или в некоторых исследованиях было показано, что количество гипогликемических эпизодов не меняется. Это уменьшение или неизменение, или в некоторых исследованиях повышение суточной дозы инсулина деглюдек. И во всех исследованиях было отмечено хороший сахароснижающий эффект, то есть уменьшение уровня гликированного гемоглобина. И в двух исследованиях было показано, что не происходило значимого снижения уровня гликированного гемоглобина. Также на данном слайде представлены данные клинической практики Швеции, где были оценены 476 больных с сахарным диабетом первого типа. И вот в практическом здравоохранении было отмечено уменьшение уровня гликированного гемоглобина у данной когорты больных на 0,4%, уменьшение дозы базального инсулина на 13%, при том, что было отмечено улучшение компенсации сахарного диабета, и снижение частоты дневных гипогликемий на 12%, ночных гипогликемий на 53%. И что очень значимо для любого человека, получающего инсулин, это значительное уменьшение числа тяжелых гипогликемических эпизодов. Было показано, что на 62% снизилось количество гипогликемий. Да, стоимость инсулина высокая, но она оправдана в связи с тем, что улучшается качество жизни пациента. То есть человек живет без гипогликемий. Отдельно были проанализированы эффективность инсулина Рейзадек. Были оценены две группы пациентов. Это пациенты, которые впервые инициировали терапию, и группа пациентов, которые использовали уже двухфазный инсулин. Инсулин вводился дважды в день, длительность исследования 26 недель. Не было получено значимого изменения в уровне гликированного гемоглобина, но происходило уменьшение гликемии плазмонотощак при разных вариантах инсулинотерапии, то есть у разных пациентов, у разных подгрупп. И было отмечено, что подтвержденные гипогликемии в подгруппе пациентов, ранее не получающих инсулин, уменьшились на 54%, ночные гипогликемии на 75%. У группы пациентов, которые были переведены уже с двухфазных инсулинов, подтвержденные гипогликемии снизились на 32%, а ночные на 73%. Это действительно наши пациенты могут абсолютно спокойно спать ночью, у них не будет развиваться гипогликемия. И что на сегодняшний день для нас, для эндокринологов, важно? Почему? Для нас это является одним из вариантов, который помогает улучшить компенсацию сахарного диабета у тех пациентов. И Михаил Борисович привел интересные данные, 32% больных не достигают цели лечения. Так это вот та целевая аудитория, которым возможно назначение Деглюдека и Резодека поможет улучшить компенсацию сахарного диабета. На базе эндокринологического диспансера был осуществлен перевод на инсулин Деглюдек 90 пациентов, на инсулин Резодек 65 больных. И мы отметили у той и у другой подгруппы пациентов значительное уменьшение уровня гликированного гемоглобина. Необходимо отметить, что произошел очень простой перевод на данный инсулин, значительно уменьшилось количество гипогликемических эпизодов. Что очень важно, стали более ровные сахара, то есть ушла вот та вариабельность гликемии, которая часто беспокоит наших пациентов. И было отмечено уменьшение дозы инсулина по отношению к ранее используемой дозе. Отдельно была проанализирована группа пациентов в Швейцарии. Это 250 больных. Две трети пациентов заявило о стабильном гликемическом контроле и снижении дозы инсулина. При более детальном изучении досье оказалось, что уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,5-1%, но это оказалось очень значимым для пациентов. Доза базального инсулина уменьшалась как у пациентов с сахарным диабетом 1-го, так и 2-го типа на 10%. И при этом количество гипогликемических эпизодов также снижалось у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа на 25%, у больных с сахарным диабетом 2-го типа на 40%. То есть, если вы видели, то практически на всех слайдах базовым является уменьшение количества гипогликемических эпизодов. Я вам хочу привести данные клинических случаев. Это перевод пациентов с каких-то вариантов инсулинотерапии на инсулиндегайдок или райзадек. Первый клинический случай – это пациентка 38 лет с сахарным диабетом 1-го типа в течение 10 лет. Пациентку часто беспокоили эпизоды гипогликемии в ночные и дневные часы. Пациентка получала инсулин аспарт в дозе 12 единиц трижды в день, употребляла, жестко считала хлебные единицы, употребляла 4 хлебные единицы в основной прием пищи и по одной хлебной единице в перекус. И суточная доза инсулино-глоргин была 32 единицы. Необходимо отметить, что в момент, когда эта больная пришла к нам, это был 2012 год, пациентка в среднем имела уровень гликированного гемоглобина от 7,5 до 8. При этом она получала инсулиндетемир в дозе 14 единиц утром, 12 вечером и аспарт 12 единиц трижды в день. В 2015 году мы попытались перевести ее на глоргин, потому что было для больной более удобно. Немножко была увеличена доза ультракороткого инсулина, но при этом мы не получили улучшения показателей гликированного гемоглобина. И в 2015 году у нас появился Деглюдек, и мы решили попробовать. А может быть у нас получится улучшить компенсацию сахарного диабета у данной пациентки. При этом мы осуществили перевод при показателях гликемии натощак от 9 до 11 по дневнику самоконтроля. А постпрандиальная гликемия у данной пациентки была от 13 до 14 ммол на литр. Мы назначили аспар по 15 единиц трижды в день и инициировали терапию Деглюдеком в дозе 32, затем мы увеличили дозу до 34 единиц в сутки. Дальше проводилась коррекция, мы увеличивали дозу, уменьшали, и по факту в 2016 году мы достигли целевого уровня гликированного гемоглобина. На дозе инсулина аспарт 12 единиц трижды в день Деглюдек был уменьшен до 29 единиц. И вот её гликемический профиль, который мы получили с помощью АйПро-2. И вы видите, что пациентка имела гипогликемические эпизоды во время физической нагрузки до перевода на Деглюдек. Это явилось основным фактором, а физическая нагрузка у неё была практически двухчасовая через день, повышение гликемии после физической нагрузки. Мы перевели на инсулин Деглюдек, уменьшив довозу, провели с пациенткой обучение поведения в условиях физической нагрузки. И вы видите результат. Практически мы попали в целевые параметры компенсации сахарного диабета. Да, были какие-то нарушения у пациентки, которые были связаны с неправильным подсчётом хлебных единиц. Но количество гипогликемических эпизодов практически было сведено к нулю, практически пациентка их не регистрировала. Второй клинический случай – это уже пациентка с избыточной массой тела, это женщина 53-х лет, которая ведёт малоподвижный образ жизни, не всегда соблюдает диету, имеет ожирение, индекс массы тела 36. Ещё также пациентка курит, и на эту тему с ней проводятся неоднократные беседы. И вот каков этап развития диабета у данной пациентки. Она у нас появилась в 2006 году в условиях декомпенсации сахарного диабета, были показатели гликемии 15-16, временно была назначена базисболюсная инсулинотерапия для снятия глюкозотоксичности. Далее она была переведена на комбинированную терапию глювенкламид в комбинации с метформином. Далее она у нас пропадает на 3 года, через 3 года появляется с декомпенсацией диабета уровень гликированного гемоглобина 9,2. Мы интенсифицируем терапию, соответственно мы назначаем инсулин короткого и продлённого действия, при этом оставили глибинкламид и метформин в связи с тем, что надеялись, что со временем мы сможем снять инсулин короткого действия. Далее пациентка опять у нас как-то выпала из поля зрения, появилась она в 2015 году, опять же с признаками декомпенсации сахарного диабета. В этой клинической ситуации мы уже рекомендовали ей инсулин Деглюдек в дозе 40 единиц, аспар 36 суточная доза инсулина и оставили ей метформин. Пациентка абсолютно себя по-другому стала чувствовать, она уменьшила массу тела на 3 кг, при этом она вела дневник питания. В 2016 году был достигнут наилучший результат за весь период терапии данной больной. Мы получили уровень гликированного гемоглобина 7,4, показатели гликемии натощак 7,2, постпрандиальная гликемия никогда не была выше 9 ммол на литр. И она у нас была на дозе аспар 34 единицы, Деглюдек 38 единиц и метформин 2000 мг. И что необходимо отметить, что на данном варианте терапии пациентка умудрилась при ее минимальной физической активности снизить массу тела на 7 кг. То есть это явилось победой больной над собой, то есть она преодолела себя. И вот гликемический профиль на терапии инсулином короткого действия, инсулином галаргином, глиминкломид плюс метформин. И вы видите выраженные перепады сахарокрови в связи с частыми гипогликемическими эпизодами, что и сдерживало достижение цели терапии. Далее перевод осуществлен, да, немножечко у нас еще на данном графике несколько выше сахара, чем хотелось бы, мы не по всем точкам попадали в цель терапии. Но все равно вы видите, что уже нет практически гипогликемических эпизодов, несколько высоковатых сахара в ночное время. Но это, в общем-то, проведена в последующем была коррекция. И самый сложный случай – это мужчина с сахарным диабетом, 80 лет, который помимо сахарного диабета имел амидарон-индуцированный тиреотоксикоз с 2015 года и находился на терапии преднизолоном. К нам он пришел с уровнем гликированного гемоглобина 9,3 на комбинации глиминкломид плюс метформин и сопутствующая довольно сложная терапия. При этом у него скорость клубочковой фильтрации была 54. И вот его профиль до назначения инсулина. Сахара доходили практически до 20, то есть постоянно имелась декомпенсация сахарного диабета. И у нас стал выбор, какой инсулин назначить – инсулин базальный или же инсулин миксный, для того чтобы улучшить одновременно и гликемию натощак, и постпрандиальную гликемию. Но цель наша была – это снижение уровня гликированного гемоглобина более 1,5%, поэтому выбор пал на двухфазный аналог инсулина, который мы предложили пациенту вводить дважды в день. И действительно, двухфазный аналог инсулина имеет колоссальное преимущество. Это в первую очередь мы таким образом компенсируем два момента – это дефицит базального инсулина и дефицит прондиального инсулина. Для данного пациента было очень важно минимальное количество инъекций в сутки, здесь возрастом. Суточная доза была также меньше. Очень простой режим введения инсулина для больного, и что очень важно, это предсказуемый профиль работы инсулина и высокая удовлетворенность пациента от данного варианта терапии. И мы как бы достигли компенсации сахарного диабета, используя инсулин Розодек в дозе 18 единиц утром, 12 единиц вечером. Пациент продолжал принимать преднизолон, и мы отменили таблетированные сахароснижающие препараты. И вот каков результат. Опять же, победа пациента. Он смог достигнуть цели терапии. У него была как цель терапии все-таки гликированной 7,5. Он получил гликированную 7,4 и довольно ровный профиль инсулина за сутки, что, в общем-то, гарантировало поддержание нормального сахара крови в течение суток. Поэтому для нас, эндокринологов, крайне важно, чтобы с инсулином было очень просто работать, очень просто стартовать и тетровать дозу инсулина, просто обучать пациента, чтобы инсулин действительно обладал высокой эффективностью, высокой безопасностью и не требовал введения строго по времени, потому что пациенты иногда забывают в нужное время ввести инсулин. А самое важное, чтобы он обеспечивал хорошее качество жизни нашим пациентам. И успех сахароснижающей терапии зависит от того, насколько мы сможем найти ту схему терапии, которая будет подходить для конкретного пациента. Потому что мы лечим не болезнь, а мы лечим пациента. Спасибо.